Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще-то, если говорить про браузеры, я всегда пользовался Chrome и не понимал, зачем что-то менять. Потом попробовал Brave, мне понравились отдельные фишки, но спустя время вновь вернулся на Chrome. Сейчас попробовал Vivaldi и мне кажется, что на Chrome уже не вернусь. Разработка браузера связана с именем одного из основателей Opera Software — Иона Стефансона фон Течнера, который еще в далеком одиннадцатом году покинул компанию из-за разногласий с советом директоров и сразу приступил к разработке собственного браузера. Поэтому Vivaldi наследует многие фирменные фишки Opera и на данный момент существует версии 3.1 для десктопов и мобильных устройств под Android. Под Android версия весьма удачная, но ее мы рассматривать не будем, а посмотрим на десктоп. Первое, раз уж мы заговорили про версию под мобильные — это синхронизация, которая здесь есть. Настройки вызываются, например, отсюда из боковой панели, добавили логин-пароль, либо создали учетную запись и синхронизировались, в том числе с мобильной версией. Ну и тут можно выбрать, что именно мы будем или не будем синхронизировать. Все, переходим к браузеру. Итак, я бы охарактеризовал этот браузер как браузер тысячи приятных мелочей. Это как я в первый раз сел в Peugeot после Жигулей и помню, как мне нравились все те мелочи, без которых в принципе можно обойтись, но чувствовалась в них какая-то любовь и забота о человеке. То есть обо мне. Вот тут так же. При этом мелочей этих тут настолько много, что рассказать обо всех я не смогу, а расскажу о том, что мне особо понравилось или на что я обратил внимание. При открытии новой вкладки у нас открывается экспресс-панель. При этом тут нет стандартной панели закладок наверху по умолчанию, ее можно подключить отдельно, но я этого делать не стал. Мне кажется, экспресс-панель это то же самое, только удобнее. Закладки можно открывать вот отсюда, а в экспресс-панели можно добавлять папки, под папки и это как-то визуально привлекательнее, чем верхняя панель закладок. Кроме того, можно создать несколько представлений и легко переключаться между ними. Например, создать отдельно работу и закинуть сюда все ссылки, которые касаются работы. Так это делать не очень удобно, нужно сначала скопировать URL, поэтому проще идти по стандартному пути добавления страниц в закладки. Вот, например, я на сайте DaVinci, понимаю, что его нужно добавить в работу, добавляю в закладки и выбираю работа. Тут главное понять, что про что, потому что я тут насоздавал кучу всего для экспериментов. И теперь в представлении работы у нас появилась новая закладка. Если превью не отображается, можно его обновить или загрузить собственное. Ну а так можно добавлять сюда папки и под папки. Не знаю, как вам, а мне нравится. Дальше боковая панель. Это фишка оперы, но насколько я помню, там были только предустановленные приложения. Здесь могут быть любые. Ну и предустановленные есть. Вот как выглядят загрузки. Это сейчас, кстати, качается. Показывает скорость, откуда и что. Ну и по всем другим загруженным файлам также есть эта информация. Кроме того, тут есть история. Заметки. Да, кстати, тут есть заметки, но я в последнее время остановился в плане заметок на Google Keep. И поэтому даже не стал рассматривать эти встроенные, а сразу добавил себе в боковую панель Google Keep. Потом покажу, как добавлять, но вы и сами, я думаю, догадаетесь. Вот такая штука, которая отодвигает экран. Делает полиэкран. Можно, кстати, настроить, чтобы наезжало, а не отодвигало. И как я этим пользуюсь? Вот на странице меня что-то крайне заинтересовало. Я понимаю, что надо добавить заметки. И вау, снимок экрана в нижней панели. Выбираете, что снимать и как и делаете снимок. У меня тут уже настроено под заметки. Возвращаемся и создаем заметку со снимком экрана, то есть Ctrl-V, поскольку он скопирован в буфер. Тоже мелочь, но ведь приятно. Еще в нижней панели у нас есть настройка показа изображения и вот это. Я не помню, чтобы в каком-то браузере это было. Ну, то есть понятно, что Ctrl и среднее колесо мыши. Но почему бы не здесь? Или вот, эффекты, которые можно применить к странице. Многие из разряда баловства, но опять же, почему нет? При этом есть и полезные. Например, режим чтения. Какие-то сайты в стремлении сделать удивительный дизайн, создаю такие страницы, которые невозможно читать. Про новый дизайн теплицы я этого не говорю, мне он наоборот кажется удобным. Но если кому-то нужен кирпич текста, как в книжке, пожалуйста. Ну, а возвращаясь к боковой панели, надо все-таки сказать, как добавлять сюда страницы. А вот этот плюсик. Единственное, вам нужно находиться на странице, которую вы хотите добавить. Или ввести URL. Все. Итак, на самом деле я записал очень длинный скринкаст. И чтобы просто все это не выкидывать, я сейчас все это ускорю и даже не буду рассказывать, что я делаю. Ну, невозможно все уместить. Единственное, вот тут остановлюсь. Конечно же, тут должно быть приватное окно Store. Должно быть и есть. А вот тут в файле. Так вот, очень много всего мне понравилось и так как показать все не могу, может быть сделаю продолжение. Но мне кажется, путешествовать по Вивальде и всем его фишкам можно и самостоятельно. Занимательный, надо сказать, квест. Единственное, что нужно отметить еще – конечно же, тут есть встроенный блокировщик рекламы и слежки. По умолчанию он правда выключен. Копайтесь в настройках. Настройки тут какие-то примерно как война и мир по объему. Так что копайтесь в настройках, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.